МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Туристический визит-центр построят в районном центре Улытау. Строительные работы начнутся уже весной следующего года. Об этом на брифинге заявил Аким Улытауского района. Малый и средний бизнес все увереннее входит в исправительные учреждения Карагандинской области. Для предпринимателей это возможность снизить себестоимость, а для заключенных найти работу и получать зарплату. В Караганде открылась выставка работ, подаренных музею изобразительного искусства. В экспозицию включены 49 произведений, которые были подарены за последние два года. Обо всем более подробно. Туристический визит-центр построят в районном центре Улытау. Строительные работы начнутся уже весной следующего года. Стоимость проекта составляет 718 миллионов тенге. Об этом на брифинге заявил Аким Улытауского района Ануар Умаров. Заказчиком данного проекта является Министерство культуры Республики Казахстан. По словам Акима, все процедуры по госзакупу проведены и подготовлена проектно-сметная документация для будущего визит-центра. Ануар Умар утверждает, что для развития туризма в этом году было сделано немало дел. Он также напомнил, что для ремонта автодорог, которые ведут к сакральным местам, выделено 636 миллионов тенге из областного бюджета. И что касается Этнаула, для строительства которого мы ищем инвесторов совместно с областным управлением предпринимательства, стоимость проекта предварительно посчитана, что нужно будет минимум 150 миллионов тенге. Сейчас ищем инвесторов совместно. Есть кое-какие предложения, но пока что кого-нибудь называть, я считаю, пока что рано. Особое внимание направлено на сельский округ Сарлык, где находятся два больших туристических объектов. Это Ханор-Дассе и Алтыншоке. Однако есть и некоторые проблемы, связанные с жильем. Например, в районе отсутствует гостиница, где туристы и гости могли бы остановиться. Аким района уверяет, что в скором времени эти проблемы найдут свои решения. Есть много проблем по части оказания сервисных услуг, но мы сейчас решаем. Вот есть конкретные шалии. Вот, к примеру, в селе Ултау мы, работая с населением, сейчас они готовы предоставить 29 комнат у себя в домах. То есть мы можем их предложить в качестве жилья для туристов. По статистике, в прошлом году район посетили 11 тысяч неорганизованных туристов. А в этом году, благодаря тому, что были проведены этнофестивали Кукмайса и Жескьек, эти показатели значительно выросли. Мульдир Жакан, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 51 иностранца спасли на трассе в Карагандинской области после поломки автобуса. Спасатели трассового медико-спасательного пункта Саршаган оказали помощь на трассе Алматы-Екатеринбург. В автобусе находились граждане Узбекистана. Врачи осмотрели 35 пассажиров. Признаков переохлаждения не выявлено. Часть пассажиров доставлена на железнодорожный вокзал в поселке Саршаган. Остальные были доставлены до ближайшего придорожного кафе. В 15 километрах от поселка Саршаган остановился автобус, следовавший по маршрутному оси бисчинкен. В салоне автобуса находилось 51 человек. Все это были граждане Республики Узбекистан. Силами бригады красного медико-спасательного пункта все пассажиры были эвакуированы. Часть людей была эвакуирована в железнодорожный вокзал поселка Саршаган. Часть людей в ближайший кемпинг. В медицинской помощи никто не нуждался. Малый и средний бизнес все увереннее входит в исправительные учреждения Карагандинской области. Для предпринимателей это возможность снизить себестоимость, а для заключенных найти работу и получать зарплату. Представители прокуратуры, городского акимата и уголовно-исполнительной системы провели выездное заседание консультативно-совещательного органа. Государство заинтересовано не только в обеспечении профессиональным обучением, но и трудоустройством осужденных в период их отбывания наказания. Данным вопросом сейчас занимается республиканское государственное предприятие Янбек, находящееся в ведении комитета уголовно-исполнительной системы. В деятельность предприятий из правительных учреждений привлекается малый и средний бизнес. На территории учреждения АК-159-7 находится крупная производственная база по изготовлению металлоизделий и швейных изделий. С работой предприятия ознакомились члены координационного совета. Особая гордость учреждения – обучение осужденных. В стенах колонии можно получить среднее специальное образование. Шахтинский технический колледж, технологический колледж, он вообще организован с 2003 года. С 2003 года обучено по различным профессиям девяти наименований. То есть это токаря, слесаря-сантехники, слесаря-ремонтники, автомеханики, мастера отделочных работ и так далее. Изделия из металла, одежда и обувь. И в последнее время цеха из правительных учреждений начали производить строительные материалы. Руководители колонии заявили, что производственные мощности позволяют выпускать больше продукций. Однако спрос невелик. На что заместитель Акима Караганды Ирина Любарская обещала привлечь городские предприятия с государственным участием, такие как Караганды суд, теплотранзит, управление парками. То есть мы видим, что эта продукция сегодня, она качественная и она соответствует даже, и если по цене, она намного ниже, нежели то, что сейчас поставщики предоставляют. Поэтому, думаю, надо пригласить руководителя на одно из аппаратных совещаний и информационно, в общем-то, чтобы услышали, как это действует, как это работает. И загруз предприятий должен быть. В настоящее время в целом по уголовно-исполнительной системе области около 60% трудоспособных осужденных обеспечены оплачиваемой работой. Это дает им возможность выплачивать по различным искам – ущерб, алименты, штрафы, а также оказывать помощь своим семьям. В случае увеличения производства процент трудоустроенных увеличится в разы, заявили участники заседания. Андрей Тенаман, Кужанов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась выставка «В дар музею от чистого сердца». В экспозицию включены произведения, которые были подарены за последние два года. Всего в экспозиции представлены 49 работ. Около полусотни живописных и графических работ старейших художников Караганды представлены на выставке, носящей название «В дар музею от чистого сердца». В экспозиции полотна таких мастеров, как Петра Кузьмича Антоненко, основателя союза художников Виктора Ивановича Крылова, Марата Косеновича Джунусова и многих других. Работы переданы в дар музею родственниками художников, а также их друзьями и близкими. В основном, конечно, это работа карагандинских наших художников, начиная с художников наших мэтров, это таких работ, как на сегодняшний день, по крайней мере, что выставляют сейчас на этой выставке, это работа таких художников, как Крылова Виктория Ивановича, Саркиса Манукча Санасяна, Антоненко Петра Кузьмича. Сами художники дарили после своих юбилейных выставок, как Мурат Абдарбанчиков-Кабаев, Жанат Комутов и многие-многие другие художники. Организаторы также отмечают, что свои работы оставляют в музее и молодые художники. Один из них – Еркебулан Молдобеков. Музей подарил две работы. Это одна из них «Барс» называется, а вторую работу я нарисовал прямо на выставке своей персональной и подарил. Подобную экспозицию музей уже представлял вниманию зрителей два года назад. В нынешнем году музею передали в дар 221 художественное произведение. На сегодняшний день фонд насчитывает почти 11 500 единиц хранения. Из них 80% – это подаренные работы. То есть мы отдаем дань дарителям, которые приносят нам сюда работы. Можно ведь и выбросить, нашли-выбросили, можно ведь еще что-то с ними сделать, не обратить внимания. Поэтому мы очень благодарны всем, кто приносит нам работы в дар. Очень благодарны и населению, и авторам самим, и родственникам художников, и те, которые считают действительно нужным принести работы в музей. Выставка в дар музею от чистого сердца продлится до 10 декабря. К другим новостям. Исполнение принципа неотвратимости наказания – такова главная цель акции по взысканию административных штрафов, которые проводят полицейские совместно с судебными исполнителями. За 11 месяцев на правонарушителей Карагандинской области наложено административных штрафов на сумму более полутора миллиардов тенге. Из них взыскано более 900 миллионов. Этот житель Караганды задолжал государству более 100 тысяч тенге. Это штраф за нарушение правил дорожного движения. Штраф не оплачивался долгое время, так что судебному исполнителю пришлось описать и изъять бытовую технику. Около 20 мобильных групп сформировано в Карагандинской области. В них вошли полицейские и территориальные судебные исполнители. За время акции группы осуществят поквартирный обход. В отношении должных должников мы будем применять совместно с частными судебными исполнителями изъятие движимого и недвижимого имущества, а также будут выставлены запреты на выезд за границу, а также будет применяться административный арест до пяти суток. К примеру, в рамках поквартирного обхода будет изъиматься техника, бытовая техника, такие как телевизор, холодильник и так далее. Но не только бытовой технике может лишиться злостный неплательщик. На дорогах области выявляются автомобили должников. Данная автомашина ближайшей автопатрули двигается по проспекту Бухаржирау 0211 1911. Принять меры к задержанию данной автомашины при задержании данную автомашину с водителем необходимо доставить на штрафную стоянку. Совместно с департаментом полиции Карагандинской области проведено оперативное мероприятие по задержанию автотранспорта должников, превышающей задолженность более 50 МРП доход государства. На сегодняшний день автотранспорт был выявлен по ориентировке судебных исполнителей. В рамках закона об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей данный автотранспорт будет водворен в штрафстоянку и должнику будет рекомендовано оплатить штраф доход государства. В областном департаменте полиции заявляют, что выгоднее всего не нарушать закон. А если нарушение все же произошло, то можно оплатить лишь половину суммы штрафа в течение 7 суток. Оперативно-профилактическое мероприятие по взысканию штрафов будет продолжаться до конца года. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 21-й век – век точных наук. Этой теме посвящен месячник, который проходит в школе-гимназии номер 102. За круглым столом школьники, а также преподаватели Карагандинского государственного университета обсудили основные направления развития математики. На круглом столе собрались на такие математики, которых привела сюда общая любовь к этому предмету. Математика многозначна и неисчерпаема. Одних покоряет ее логическая стройность, других – ее точность. Для того, чтобы поделиться своими знаниями и опытом, школу посетили преподаватели Карагандинского государственного университета. Они также познакомили учащихся с трудами выдающихся ученых. Данный круглый стол является частью нашего большого плана. Мы каждый год традиционно проводим подобные школьные мероприятия. На этот раз мы решили пригласить преподавателей и ученых к кафедре математики Карагандинского государственного университета. Мы хотим, чтобы наши ученики уже сейчас начинали работать со своими старшими наставниками, узнавать и исследовать их труды. Ученики старших классов школы-гимназии сильно заинтересованы в изучении точных наук. По их словам, подобные мероприятия способствуют развитию их познавательной деятельности. Например, ученик 10 класса Бехсултан Амиров активно принимает участие на Олимпиадах и защищает проектные работы по математике. Я рад, что сегодня стал участником данного мероприятия. Хотелось бы, чтобы они проводились чаще. Мне удалось познакомиться с людьми, которые проделали немало работы в области математики. В будущем я хотел бы изучать этот предмет. Я поставил себе цель исследовать ученых-математиков нашего региона. Напомним, 5 октября в 102-й школе-гимназии начался месячник по математике. В рамках месячника были проведены различные мероприятия, призванные углубить математические знания у школьников. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Болгстер. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин